Всем высокого FPS! С вами i2Hard, сегодня в нашем обзоре Intel Core i5-10400F и его старший брат 10600K, новые процессоры от компании Intel со старой, но всё ещё актуальной архитектурой. В этом видео мы сравним его с предыдущими представителями серии i5 и конкурентами от AMD, для этого проведём тесты в бенчмарках, играх и рассмотрим целесообразность покупки. Хотите обсудить и высказать своё мнение? Комментарий и дискорд открыты, ссылки на эти и другие наши ресурсы можно найти в описании к этому видео. В середине второго квартала 2020 года компания Intel представила новую линейку настольных процессоров поколения Core-10, построенных на архитектуре Comet Lake. Давайте сразу расставим все точки над ЙО и ответим, чем глобально новое поколение i5 отличается от i5 девятого или даже восьмого. В плане архитектуры и цены — ничем. В основе Comet Lake лежит доработанная архитектура Skylake. В плане производительности теперь есть гипертрейдинг и на 3 мегабайта больше кэша. Да, теперь процессоры серии i5 обладают функцией гипертрейдинга. Фактически десятое поколение процессоров i5 теперь сравнялись с Ryzen 5 3600 по количеству потоков. По производительности, i5-10400F является аналогом i7-8700 с поправками на частоту. Не забывайте оценивать ролик и делиться своим мнением с нами. Всего хорошего и жизни без боттлнека. А если серьёзно, давайте разберёмся. Чем обусловлена щедрая со стороны компании Intel? Да всё просто — конкуренция с AMD. Процессоры Ryzen 5 ударили по самому массовому сегменту — среднебюджетному. Статистика магазина MindFactory говорит о том, что львиная доля процессоров, которые они реализуют — это серия Ryzen, а именно 3600. А данные статистики с сайта e-каталог, Яндекс.Маркет и Амазон подтверждают такое положение дел. С точки зрения middle сборки, которая рассчитана на 3-5 лет, процессоры Ryzen 5 являлись рациональным выбором — 12 потоков лучше, чем 6. В некоторых задачах процессоры AMD опережали изделия Intel, в других показывали меньшую, но близкую производительность. Не всегда естественно, но ощутимое влияние оказывало разницу в цене. Как следствие, продажи Intel в среднем сегменте начали падать. Первые два поколения процессоров AMD были компромиссным вариантом, который оставлял пространство для сомнения, а третье поколение уже могло уверенно конкурировать с процессорами i5 9-го поколения, что вынудило Intel идти на крайние меры. Наращивания ядер было уже недостаточно — в ход пошел гипертрейдинг. Важно помнить, что мы говорим именно о middle сегменте. Для него характерно использование материнских плат на B или H чипсетах. Этот факт подтверждается статистикой MindFactory. Именно среднеценовой сегмент составляет основной объем продаж. Можно заметить, что значительный сегмент материнских плат приходится на Z чипсет прошлого поколения, это обусловлено падением цен на более старые материнки и естественным желанием людей взять топ прошлого поколения по более приемлемым ценам, нежели топ нового поколения. Поскольку мы говорим о middle сегменте, наш тестовый стенд будет пытаться ему соответствовать. К сожалению, мы не располагаем материнской платой с B чипсетом, поэтому будем его симулировать. Частота ОЗУ будет зафиксирована на отметке в 2666 МГц. Цены на платы с Z чипсетом не вписываются в рамки среднего ценового сегмента игрового ПК. Жертвовать разгоном ОЗО это конечно больно, но нужно здраво понимать, что в данном сегменте покупатель голосует кошельком. Чтобы не испытывать упора в видеокарту, мы вооружились 2080 Ti, которая позволит наиболее полно оценить производительность процессоров и разницу между ними. Результат на вашей системе с другой видеокартой и драйверами может быть отличен от полученного нами. Для всех стендов использовалось четыре плашки оперативной памяти G-Skill Trident Z-Royal F4-3600C14D16GTRG. Подобное количество продиктовано желанием наиболее полно проверить процессор и контроллер памяти в боевых условиях. В дополнение к 10400F и 10600K мы взяли Core i5-9600K и Ryzen 5 3600X. При таком сравнении будет наглядно видна разница как с предыдущим поколением i5, так и с представителем компании AMD. Тестовый блок откроет анализ разгона ОЗУ на базе 10400F. В качестве точки отсчёта выступят стоковые значения ОЗУ на частоте 2666 МГц с задержками CL16. В дальнейшем тайминге ОЗУ были ужаты до уровня CL10 на той же частоте. В следующей ступени для ОЗУ это частота в 3600МГц с задержками CL14 и практический максимум для контроллера этого процессора 4246МГц с задержками CL17. В качестве материала для этих тестов выступят бенчмарки в играх. Разрешение Full HD, настройки максимальные. Все тесты проводились по несколько раз и результаты являются средним арифметическим значением по нескольким тестам. Assassin's Creed Odyssey После ужатия таймингов показатель среднего FPS и 1% подросли на 13%. На частоте в 3600МГц данные значения увеличились на 16-19%. Наибольший рост был зафиксирован при достижении отметки в 4246МГц. Разница по среднему FPS относительно стоковой частоты ОЗУ зафиксировалась на 24%, а 1% low на 22%. Средний FPS шутера Crysis 3 слабо отреагировал на оптимизацию тайминга. Разница в 6% не столь велика из-за малых абсолютных значений FPS. Это справедливо для показателя и 1% low. Переход на 3600МГц также не дал заметных положительных результатов. Средний FPS и показатель 1% low увеличились только на 4% и 3% соответственно. На частоте в 4246МГц картинка более приятна. Средний FPS показал прирост на 8% относительно стока ОЗУ, а 1% low прибавил 10%. Far Cry New Dawn Корректировка таймингов добавляет в копилку среднего FPS 21 и 23% по редким событиям. После установки частоты в 3600CL14 средний FPS возрастает на 22% до 126 FPS, а показатель 1% low также улучшает свои значения на 21%. С частотой 4246МГц значения среднего FPS и 1% low повышаются на 27% и 30% соответственно. StarCraft II После манипуляций с таймингами показатель среднего FPS показал рост в 19%, а вот 1% low подрос только на 12%, что в абсолютных значениях маловато. Следует учитывать возраст игры и практически отсутствующую поддержку многопоточных вычислений. С частотой в 3600МГц присутствует рост среднего FPS до 22%, а 1% low на 18%. Даже 4246МГц не изменили кардинально ситуацию. 25% разницы среднего FPS и 21% показателя 1% low оставляют место для просадок при сражениях лимитов. Shadow of the Tomb Raider Игра положительно отозвалась на действия с таймингами. Рост среднего FPS на 22%, 1% low дал рост в 18%, частота в 3600МГц увеличила разрыв по среднему FPS до 28% и до 25% по показателю 1% low. С частотой 4246МГц рост показателей не столь стремителен как ранее. Total War Three Kingdoms После внедрения оптимальных таймингов счетчик среднего FPS показал на 13% больше, 1% low на 12%. Повышение частоты ОЗУ до 3600МГц дало плюс 21% к среднему FPS и 17% к редким событиям. Удивительно, но даже 4246МГц не отличаются большой прибавкой. Среднее значение относительно стока стало больше на 24%, а рост 1% low составил 22%. Total War Warhammer 2 11% прироста среднего FPS было отмечено после ужатия тайминга. Показатели редких событий ушли на плюс 7%, но абсолютные значения оставляют желать лучшего. Частота в 3600МГц подняла средний FPS на 14%, а показатель 1% low на 11%. С частотой 4246МГц заметен рост среднего FPS на 18%, а 1% low на 20%. Watch Dogs 2 Рост показателя среднего FPS на 16% и 12% на 1% low после колдовства с таймингами добавит плавности игровому процессу. С частотой 3600МГц не всё так однозначно. Средний FPS прибавил 18% относительно стока, а 1% 11%. На частоте в 4246МГц заметна разница. Средний FPS стал больше на 23%, а 1% low увеличился на 19%. Как видно по результатам тестов, простая корректировка таймингов ОЗУ способна повысить производительность системы в играх, что несомненно важно для обладателей систем на B-чипсете. Высокая частота ОЗУ не всегда может компенсировать увеличение задержек, но и 2666МГц с задержками уровня CL10 – теоретический максимум для материнских плат на B-чипсете. Выбор пути достижения оптимальной производительности остаётся за вами, но нужно помнить, какой ценой он может вам обойтись. Настало время сравнить работу процессоров в играх и бенчмарках в стоке и после разгона. Частота ОЗУ для всех процессоров на заводских настройках составила 3600МГц, CL14141428 и ужатыми вторичными таймингами. В стоке процессор i5-10400F имеет 4 ГГц по ядрам и 3700МГц для кольцевой шины. В малопоточных приложениях частота отдельных ядер повышалась до 4300МГц, а шины до 4000МГц. Например, это Cinebench R20. При многопоточной нагрузке мы видим железные 4 ГГц. Энергопотребление не превышает 62 Вт. Максимальные температуры – 46 градусов по Цельсию. Аналогичная ситуация и в Blender Benchmark сцена Victor. Разгон i5-10400F производился поднятием BCLK до 102,8 МГц. Конечные частоты составили 4110МГц при многопотоке и 4320МГц при однопотоке. В разгоне частота ОЗУ зафиксирована на значении 4248МГц с таймингами CL17, 17, 17, 36 и ужатыми вторичками. Во всех сценариях энергопотребление и температуры практически не изменились. У стокового i5-10600К ядр имеет частоту 4500МГц с увеличением частоты в малопотоке до 4800МГц. Кольцевая шина статична – 4300МГц. В таком режиме в Cinebench R20 энергопотребление процессора достигает 103 Вт, а температура package не превышает 52 градусов по Цельсию. Идентичные показатели и в Blender Benchmark. Разгон нашего экземпляра 10600К оказался далёким от ожидаемого. Даже без серьёзных нагрузок в духе Linux и Prime95 получить 5200МГц для всех ядер оказалось нереальным. При 1,33 Вт в V-Drop Cinebench R20 падал с экраном смерти. При 1,36-1,41 Вт – Blender Benchmark. Уходить выше по напряжению не имеет смысла, поэтому мы остановились на 5100МГц при напряжении 1,376 Вт с LLC5 и 1323 Вт при дропе. Кольцевая шина при таком напряжении стабильно работала на 4,8 ГГц. Поднять частоту четырёх модулей ОЗУ выше 4200МГц мы не смогли из-за посредственного контроллера памяти и остановились на ней с таймингами 16, 17, 17, 34. Паспортные значения i5-9600К составляют 4600МГц на ядро и 4300МГц кольцевой шины. В таком режиме процессор не грелся в Cinebench R20 выше 44 градусов при энергопотреблении в 71 Вт. Аналогично и в Blender Benchmark, разве что энергопотребление было чуть ниже. В разгоне покорили частоту ядер в 5400МГц при напряжении 1,385 В, а кольцевой шины в 5200МГц. Четыре модуля ОЗУ стабильно работали на частоте в 4400МГц с таймингами 17, 18, 18, 36 и ужатыми второстепенными таймингами. В таком режиме в Cinebench R20 мы не увидели выше 69 градусов по Цельсию и 121 Вт в пике. Аналогичные показатели и в Blender Benchmark. AMD Ryzen 5 3600X в стоке работает на 4175 МГц по всем ядрам и до 4400 МГц в малопотопе. Из-за небольшой площади CCD мы получили 62 градуса в пике при 90 Вт энергопотреблении. В Cinebench R20 и в Blender Benchmark результаты близки. Разгон, если эта фраза применима в привычном понимании к третьему поколению процессоров Ryzen, позволил установить частоту одного CCX на частоте 4400МГц, а второго 4450МГц при напряжении 1,375 В. Память работала в режиме 1 к 1 с частотой 3800МГц и таймингами 14-15-14-14-14-28 и ужатыми второстепенными. Энергопотребление и, следовательно, температуры выросли незначительно в обоих тестовых приложениях. Максимум, что мы увидели, это 100 Вт и 66 градусов по Цельсию. Перейдём к играм. Полные записи тестов вы можете посмотреть без комментариев на нашем лайв-канале, ссылка в описании к видео. Assassin's Creed Odyssey. В качестве нулевой отметки был взят стоковый 10400F. Разгон 10400F прибавил 3% среднего FPS и 19% показателя 1% low. Стоковый 10600K производительнее младшего брата на 6-7%, а разгон увеличивает отрыв от разогнанного 10400F на 15% по среднему FPS и на 11% по значению 1% low. Из-за разницы в потоках i5-9600K просел по среднему FPS на 17% и на 10% относительно показателя 1% low. Разгон сокращает отставание по среднему FPS до 8%, а по показателю 1% low устраняет его вовсе. С 3600X наблюдается паритет. Разница на стоковых частотах в 1-2 кадра лежит в пределах погрешности, и говорить о каком-то явном преимуществе 10400F на 3600X тут не приходится. Разгон кардинально не меняет ситуацию. Crysis 3. Стоковый 10400F обеспечивает приемлемый уровень кадров. Разгон 10400F отражается в 2% прироста среднего и 6% по редким событиям. А вот переход на старшего брата повышает средний FPS и статистику редких событий на 11%. После разгона 10600K обходит разогнанный i5 уже на 19% по среднему FPS и на 13% в статистике по 1% low. Шестипоточный i5-9600K в стоке проигрывает стоковому i5-10400 9% по среднему FPS и 22% FPS по редким событиям. Стоковый i5-3600X опередил на 4-5% в 10400F по среднему FPS и 1% low. А в разгоне по-прежнему есть отрыв по среднему FPS в 4%, но показатель 1% low фактически сравнялся. Двигаемся дальше. Far Cry New Dawn. Стоковый 10400F выдает приличный FPS. Разгон поднимает средний FPS на 4%, а 1% low на 7%, что существенно, учитывая абсолютные значения FPS. Замена 10400F на 10600K дает прирост среднего показателя FPS на 6% и 2% для показателя 1% low. i5-9600K приятно удивил. Мало того, что значение среднего FPS аналогично 10400F, так и статистика 1% лучше на 13%. В разгоне i5-9600K уверенно обходят разогнанных новичков 10-го поколения. Преимущество на 17% по среднему FPS и на 24% по редким событиям не оставляют шансов. Стоковый 3600X уступает 6% по всем показателям 10400F. В разгоне разница по среднему FPS остается на том же уровне, а 1% low проседает до 9% в пользу разогнанного 10400F. StarCraft 2 выдает 83 кадра на 10400F в стоке, просаживаясь до 39-33 кадров. Разгон добавляет 2%, что слабо сказывается на абсолютных показателях. С установкой 10600K средний FPS вырос на 10%, но редкие события на 8%. Разгон увеличивает показатели на 20-22%, что делает геймплей намного приятнее. Производительность i5-9600K снова аналогична производительности 10600K с поправками на погрешность. А вот в разгоне i5-9600K опять обходят обоих новичков. С перевесом в 35% по среднему FPS и 30% по редким событиям. Стоковый i5-9600K по среднему близок со стоковым 10400F, обходя на 7% по редким событиям. В разгоне 10400F отрывается от 3600X на 4,6%. Исследовать гробницы в Shadow of the Tomb Raider со стоковым i5-10400F можно при высоких абсолютных значениях FPS. Разгон добавляет 1% по всем показателям, что без мониторинга заметить тяжело. Стоковый i5-10600K обходит 10400F на 4% только по среднему FPS, а после разгона средний FPS подрос на 11%, а редкие события на 9%. Старичок i5-9600K проигрывает 5-7% в стоке и на 6-7% опережает в разгоне по среднему FPS и показателю 1% лоу. А 3600X в стоке проиграл 10-16% по всем показателям. Разгон позволил сократить отставание до 6-10%. Total War Free Kingdoms. 10400F способен обеспечить плавный геймплей на мониторах в 60 Гц. Средние FPS и редкие события не опускаются ниже 60 кадров. Разгон обеспечил прибавку в 3-4%. 10600K добавил 8% к среднему FPS и 7% к статистике редких событий. После разгона в 18% и 20% по среднему FPS и показателю 1% лоу выглядит куда более существенно. i5-9600K ощущает нехватку потока, что отразилось в просадке. 10% по среднему FPS и 12% по 1% лоу. После разгона сокращает разрыв в 0. И разница между разогнанным i5-9600K и разогнанным i5-10400F в пределах погрешности. Стоковый 3600X продолжает проигрывать 10400F в 6-7%. И положение дел в процентном соотношении после разгона не меняется. В Total War Warhammer 2 показатели стокового 10400F по-прежнему обеспечивают комфортный геймплей. Прирост от разгона составляет 3%, но увеличение по редким событиям составило 8%. У i5-10600K дела обстоят немного лучше. Стоковые частоты обеспечивают преимущество в 9-10% на 10400F, увеличивая его до 18-19 в разгоне. Прошлогодний i5-9600K не дает спокойной жизни новичкам. Средний FPS в стоке больше на 8%, а показатель 1% лоу больше на 14%. После разгона преимущество возрастает до 22% по всем показателям. Для 3600X вновь не самая лучшая ситуация. В стоке отставания составляет 9% по среднему и 6% по редким событиям. Разгон внес влияние на средний FPS и сократил отставание на 1%, увеличив отставание по показателю 1% лоу до 9%. Закрывает этот блок Watch Dogs 2. Количество потоков позволяет 10400F отобразить 73 кадра среднего FPS, с просадками до 46 кадров в редких случаях. Разгон поднимает средний FPS на 4%, а 1% лоу на 10%. Прирост от 10600K выразился в прибавке 8% среднего и 11% 1% лоу. После разгона показатель среднего FPS поднялся на 14%, а редкие события лишь на 10%. И несмотря на вдвое меньшее количество потоков i5-9600K, он имеет на 15-16% меньше показателя. После разгона отставание по среднему FPS оставило 1%, а по показателю 1% лоу 6%. Хоть 3600X имеет близкое значение среднего FPS по показателю 1% лоу, он обходит на 7%. А после разгона тестируемых образуется отставание в 4 и 6% по показателям среднего FPS и редким событиям. Положение дел в бенчмарках и рабочих приложениях имеет схожую картину с положением дел в играх. Начнем с тестов Blender 2.83. Рендер тестовой сцены на стоковых частотах занял 843 секунды на 10400F. Разгон сократил время на 2%. Стоковый 10600K справился с задачей на 12% быстрее, а после разгона на 20%. У 9600K на эту сцену ушло на 42% больше времени, чем у 10400F, а после разгона на 7% быстрее. В свою очередь Ryzen 5 3600X в стоке обогнал 10400F на 17%. Увеличив отрыв после разгона до 20%, обогнав на 1 секунду i5-10600K. Cinebench R20 в режиме нагрузки на одно стоковое ядро поставил i5-10400F на последнее место. Разгон улучшил цифры на 3%. Старший i5-10600K в стоке заработал на 12% больше очков, а после разгона на 16%. i5-9600K занял промежуточное положение между 10400 и 10600. Преимущество в стоке составило 8 и 23% после разгона. AMD 3600X в стоке обгоняет с превосходством в 14%, но после разгона уменьшает его до 12%. При задействовании всех ядер в Cinebench R20 10400F выдаёт приличный результат, улучшая его на 3% после разгона. Разница в стоковой производительности между 10400F и 10600K составила 13%. Однако после разгона данная разница уже составляла 24%. i5-9600K из-за меньшего количества потоков на стоковых частотах проигрывала 11%, но после разгона смог опередить 10400F на 1%. Представитель лагеря красных сначала в стоке опередил 10400F на 19%, а затем и на 22% в разгоне. Одноядерная производительность в Geekbench 5.2.0 ставит 10400F на последнее место. Разгон опять даёт прирост только в 3%. 10600K уверенно обходит младшего в стоке на 12%, укрепляя преимущество в разгоне до 16%. Что касается i5-9600K и Ryzen 5 3600X, то в стоке оба обходят 10400F на 9% в стоке. А после разгона 3600X сохраняет преимущество в 8%, а i5-9600K лидирует и уходит в отрыв с перевесом в 25%. В режиме многопоточности Geekbench 5.2.0 стоковому 10400F удалось опередить стоковый i5-9600K на 1%, но уступить 10600K на 10%. После разгона уже 10400F был смещён на последнее место. i5-9600K получил бонус в 12%, а 10600K в 21%. Стоковый 3600X уверенно лидировал с отрывом в 17%, но после разгона отрыв составил только 20%, что вынудило уступить первое место старшему i5. Бенчмарк PCMark 10 Essentials расставил тестируемых следующим образом. На последнем месте стоковый 10400F. Влияние разгона плюс 4%. На третьем – 3600X с разницей в 5% в стоке и 2% в разгоне. Второй отобрал 9600K, опередив 10400 на 7% в стоке и на 11% после разгона. i5-10600K, что в стоке был первый с отрывом в 10%, после разгона имел преимущество в 12%. В бенчмарке PCMark 10 Productivity со стоковыми частотами последнее место занял 3600X с отставанием от 10400 в 5%. Но после разгона уже опережал младшего i5 на 8%. При стоковых частотах 10600K опережал 10400F на 6%, а 9600K снова опередил всех с разницей в 9%. После разгона 9600K был уже быстрее на 11%, а 10600K разогнался на 17%. Что касается 10400F, то после разгона он выдавал на 1% хуже показателей, чем в стоке. Результаты PCMark 10 Digital Content Creation не вызывают большого удивления. 10400F не ощутил влияние разгона. 10600 увеличил 9% преимущества в стоке до 19% в разгоне, что вновь ставит его на первое место в этом тесте. i5-9600 доминирует над более многопоточным i5-10400F в стоке с перевесом в 6%, а после разгона увеличивает его до 17%. А 3600X в своем духе, в стоке быстрее на 2%, в разгоне на 8%. Удивительно, но в AIDA64 PhotoWorks со включенным гипертрейдингом 10400 умудрился не только опередить 3600X с преимуществом в 12%, но и старшего брата. Не сильно намного, но 24 очка есть 24 очка. 9600 не участвовал в этом тесте по логичным причинам. Если что, причина отсутствия гипертрейдинга. После разгона 10600 смог отобрать первое место, опередив 10400 на 159 очков, а 3600X по-прежнему находится на последнем месте, проигрывая 19% в 10400F. После выключения гипертрейдинга в AIDA64 PhotoWorks, наконец заметен прирост в 17% от разгона 10400F. И если в стоке 10600K и 9600K опережали младшего i5 на 2%, то после разгона 10400F сравнял показатели с 10600K, а 9600K оторвался на 5% от пары новичков. В этом тесте у 3600X дела плохи, в стоке он уступал 14%, а после разгона целых 22%, что довольно существенно. Последний, но не менее важный тест это V-Ray 41003. Стоковый 3600X с отрывом в 17% занимает первое место, а за ним идет 10600K с 13% превосходства, а 9600K уступает 14% более новому 10400F. После разгона 10600K отбирает первое место с разницей в 24%, а отрыв 3600X теперь составляет 18%. Даже разгон не помог 9600 догнать остальных. 2% отставания от 10400F – это все, чем может довольствоваться представитель прошлого поколения. Итак, тесты проведены, результаты получены. Что можно сказать однозначно? Во-первых, если планируете покупку процессоров i5 10-го поколения, но беспокоит вопрос выбора материнской платы, и это все упирается в бюджет, однозначно нужно серьезно подумать и все взвесить. Комплект ОЗУ, который может работать на частоте 2666 с задержками CL10, стоит не сильно дешевле комплекта на 4246 МГц. Но при этом простое ужатие таймингов даже на частоте в 2666 МГц позволяет не просто ускорить работу ПК, но и получить прирост до 20%. Но и определить показатели при частотах в 4246 МГц будет практически невозможно. Важно понимать, что тайминги оказывают влияние не только на средний FPS, но и на величину просадок. А чем меньше разница между средним FPS и просадками, тем плавнее картинка. Для того, чтобы ОЗУ могла работать на частоте 4246 МГц, необходима материнская плата на Z-чипсете, которая стоит ощутимо дороже. Во-вторых, пускай i5-9600K имеет в половину меньше потоков, чем 10400F и 10600K, но в большинстве своём он способен конкурировать с процессорами 10-го поколения. Стоит учитывать, что меньшее количество потоков скажется на загрузке процессора, и там, где у 10400 будут свободные ресурсы для фоновых задач, у 9600K могут быть проблемы и практически 100% загрузка. В то же время разгон 9600K позволяет не только нагнать, но и перегнать в некоторых условиях процессоры 10-го поколения. Но стоит помнить, разгон – это всегда лотерея. В-третьих, температурные показатели i5 10-го поколения приятно удивляют. Несмотря на большое энергопотребление 10600K, греется не сильно больше, чем 9600K. Это может быть как следствием доработок теплоотвода у процессоров 10-го поколения, так и следствием недоработок 9-го. Мы склоняемся к первому варианту. В-четвертых, контроллеры памяти – это еще один открытый вопрос. Возможно, наши экземпляры или версия BIOS материнских плат привели к таким выводам, но есть ощущение, что контроллер у 9-го поколения лучше, чем у 10-го. Эта мысль посетила после некоторых тестов, где 9600K уверенно обходил конкурентов. И уже здесь можно было бы подводить итоги касательно того, какой процессор все-таки лучше, и говорить о том, что 10400F – это явный фаворит, поскольку соотношение цена-производительность явно за ним. Но наличие на рынке Ryzen 5 третьего поколения этого не позволяет. Быть может, тогда стоит выбросить процессор i5 девятого поколения? Тут тоже нет однозначной позиции. Вроде бы как бы и да, а вроде в некоторых задачах девятое поколение получается лучше, чем десятое. Так что выводов не будет, мы тесты провели, результаты показали, а выводы вы сделаете сами. Не забывайте оценивать ролик и делиться своим мнением с нами. Всего вам хорошего и жизни без боттленека. Пока.